Слава Украине! Приветствую от Полонского! И смех, и грех! Зимбабве решила присоединяться к БРИКС. И что интересно, что президент Зимбабве, а у них там есть президент, в отличие от России, где выборов нет, ничего нет, значит, вот их президент звонил диктатору, местному Путину, и просил поддержать их заявочку на вступление в БРИКС. Я думаю, что Путин эту заявочку поддержит, и сейчас все скажут, так это такая деградация, ну действительно. Раньше они мечтали, что в БРИКС поступит Аргентина, например, ну это совершенно другой уровень, да, Аргентина, Саудовская Аравия, ну вот такого плана игроки, да, то есть большие, действительно серьезные экономики, не знаю, может Колумбия, вот такого плана, да. И тут разрушенная Зимбабве, где две фермы, три страуса, полтора слона, и 25 уток, и те прилетные, перелетные. Да, а что ж такое? И почему Россия поддерживает вот этот вот нелепый, казалось бы, проект? Ребята, все довольно просто. Зимбабве, если вы помните, она, чем знаменита в мире? Самая высокая в мире инфляция. Вот я не скажу сейчас, где инфляция была выше, то ли в Зимбабве, то ли, скажите мне, в Венесуэле, но и там, и там, в принципе, были триллионы. Все-таки, по-моему, в Зимбабве было покруче, у них там была купюра, по-моему, 100 триллионов долларов, как-то так, да. Там все были триллионерами. Да, миллиардеры там, это просто нищеброды. Там за миллиард можно было купить пирожок в школу. Не, нельзя было купить пирожок в школу. Нужно было несколько миллиардов. Да, так вот, значит, Зимбабве уникальная страна в этом плане. Они просто кардинально решили вопрос с инфляцией, взяв, и в 15-м году тупо отменили свою валюту. Вообще, нахрен выкинули, скажи, все. Это больше не деньги, это мусор. Ну, такое, они типа отнеслись к своей денежной единице, но вот как полагалось бы России отнестись к своему этому, господи, прости, фублю, который вроде деньги, вроде не деньги, уже паршивость какая-то, да, гадость. Ничего нельзя купить, короче. Ну вот, они их взяли и отменили, и вели у себя доллары, понимаете? То есть у них сейчас там функционируют доллары по полной программе, со всеми отсюда вытекающими. А теперь смотрите, Россию на сегодняшний день полностью вышвырнули со всех международных рынков, и никакие операции в тех же долларах не проводятся. Ну, смекаетесь, в чем дело? А в Зимбабве это все можно. То есть Зимбабве это, хотя казалось бы, страна с полностью разрушенной экономикой, но это страна, где есть те самые доллары, которых не хватает на России. Но, и она могла бы послужить при определенных схемах шикарной прачечной машиной для Путина. Вот почему она тянет, как говорится, Зимбабве с ее долларами, с возможностями, потенциальными, или скажем так, с ее потенциальными долларами, потому что много долларов на Зимбабве, конечно, нет, но, но ведь могут появиться при перепродаже определенных там моментов, чего-нибудь и как-нибудь. То есть схем может быть миллион найден, а пока эти схемы позакрывают, уже будет заработано определенное количество долларов. В Зимбабве, компаниями, которые принадлежат расистам. Вот, собственно говоря, почему Путин тянет, казалось бы, конченую, раздолбанную Зимбабву в Брикс, где страны на два уровня выше, да, по экономике и по своим ресурсам, и по возможностям. Казалось бы, зачем там Зимбабве? Но она так даром никому и там не нужна, кроме самого Путина.